Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. Сегодня поговорим о системе контроля давления в шинах, гаджете, который может быть крайне полезен автомобилистам. Моё знакомство с системами контроля давления в шинах состоялось ещё в 2017 году. Тогда я приобрёл и сделал обзор вот этой TPMS системы TP200. Кстати, тот обзор всё ещё актуален, его посмотреть можно вот по этой ссылке. Так вот, данная система обошлась мне в 50 долларов. Да, дорого, но она однозначно уже не раз себя окупила и спасла не одну покрышку, а возможно даже диск. В общем, прожила эта система более трёх лет, 7 сезонов и 7 смен колёс. И как видите, жизнь её немного потрепала. Что удивительно, родные литиевые батареи до сих пор живы и работают, чего не скажешь вот об этом датчике. Агрессивные условия эксплуатации привели к разрушению наружной оболочки датчика, ввиду чего он начал потихоньку травить воздух. Также износились и внутренние уплотнители датчиков. По идее, можно было бы просто заказать новый датчик, заменить уплотнители и продолжить пользоваться этой системой. Но я посчитал, что интереснее будет попробовать что-то новое. Так что, прощай TP200, ты была мне верным товарищем и отправляешься на заслуженный отдых. За прошедшие 3 года появились более дешёвые системы с аналогичным функционалом. И именно такая система от GenSight сегодня на обзоре. Кстати, многие ругали систему TP200 именно за высокую стоимость. Так вот, стоимость сегодняшнего подопытного в 2 раза ниже и составляет около 25 долларов, то есть менее 2000 рублей. Эта цена уже намного приятнее. За эти деньги вы получаете основной модуль системы контроля с экраном, 4 колёсных датчика. В моём случае они наружные, но также можно заказать вариант с внутренними датчиками, интегрированными в вентиле. Далее 4 контргайки, ключ для их затяжки, микро-USB кабель питания, подставку, двухсторонний скотч и короткую англоязычную инструкцию. Приезжает весь комплект в простенькой картонной коробке. Кстати, я заказал систему с доставкой с российского склада и получил его всего за 5 дней курьером прямо в руки. Вообще, меня радует растущее число российских складов у продавцов с Алиэкспресс. Это очень удобно и очень быстро. Для начала изучим основной модуль системы. Он выполнен в пластиковом корпусе и имеет размеры 97 на 48 на 30 миллиметров. На передней стороне расположен относительно крупный, в некоторой мере цветной дисплей, размером 68 на 15 миллиметров. По факту заметно, что экран всё же одноцветный, но в некоторых областях наклеены цветные фильтры, окрашивающие символы в жёлтый цвет. К содержанию экрана вернёмся чуть позже. На верхней стороне расположились три кнопки для настройки устройства, а на нижней перфорация, то ли для охлаждения, то ли для звукового оповещателя, а также площадка для крепления подставки. Сбоку находится гнездо питания формата microUSB. Это первый способ питания. Ну а второй способ в лице солнечной панели находится на задней стороне модуля. Размеры панели 70 на 40 миллиметров и она призвана сделать гаджет независимым от бортовой сети автомобиля. Данный модуль предполагает два способа установки на торпедо автомобиля с помощью специальной подставки или на стекло автомобиля с помощью двухстороннего скотча. Теперь о функционале модуля и для этого обратимся к его экрану. На нём видим пиктограмму автомобиля с четырьмя колёсами. Напротив каждого из колёс есть два показателя. Крупный белый – давление, маленький жёлтый – температура. То есть система будет одновременно следить за давлением в шинах и перегревом колёс. Также на экране присутствуют индикаторы заряда от солнца, низкого заряда батареи и датчиков, заряда аккумулятора главного модуля, тревоги и выбранных единиц измерения. Что касается настроек, то их не так много. Во-первых, в режиме обычной работы нажатием на любую клавишу мы можем уменьшать или увеличивать яркость экрана. Принудительно включается и выключается устройство удержанием первой кнопки. А вообще устройство просыпается и засыпает само по датчику вибрации. Удержав среднюю кнопку, попадаем в настройки. Так мы можем менять единицы измерения между барами и фунтами на дюйм. Ну а так как один бар практически равен одной атмосфере, оставляем его. Ещё одно нажатие средней кнопки переводит нас на выбор единицы измерения температуры. Тут оставляем градусы Цельсия. Нажимаем ещё раз и можем выставить максимальное давление в шинах, при достижении которого сработает тревога. Ну а затем можно выбрать минимальное значение давления, при котором также раздастся тревога. Предусматривает данная система и замену датчиков с последующей перепривязкой. Запускается процесс с зажатием третьей кнопки. Как я понял необходимо выбрать нужное колесо, затем накрутить новый датчик и дождаться пока система этот датчик запомнит. Ну или как-то так. Подробности о том как перепривязывать датчики найдёте в инструкции. Теперь предлагаю сразу заглянуть внутрь главного модуля и посмотреть как он устроен. Если вы за, ставьте лайк под этим видео. Для этого откручиваем два винта рядом с солнечной панелью. Затем аккуратно разделяем половинки корпуса. По итогу обнаруживаем небольшую зелёную плату с крупным чипом посередине. Слева от чипа находится датчик вибрации, стабилизатор питания, гнездо microUSB и точки подключения солнечной батареи и аккумулятора. Справа от чипа располагается звуковой излучатель и небольшая антенна. Кстати, с датчиками основной модуль общается по радиоканалу с частотой 433,92 МГц. Что касается задней части корпуса, то на ней смонтирован достаточно крупный литиевый аккумулятор на 400 мАч и солнечная панель. Аккумулятор при желании вполне можно заменить на аналогичный или даже большей ёмкости. Теперь поговорим о датчиках. Как я сказал ранее, для заказа доступны два варианта системы. С наружными датчиками, как у меня, и с внутренними датчиками, интегрированными в вентиле. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Так, внутренние датчики невозможно украсть. Они никак себя не выдают, не контактируют с агрессивными средами, более качественно и точно измеряют температуру колёс и не склонны к травлению воздуха. Из минусов – необходимость разборки колёс для их установки и последующая балансировка. Ну и если у вас два комплекта колёс, придётся либо переставлять в вентиле, что сводит на нет преимущество от двух комплектов колёс, либо иметь две ТПМС системы на летний и зимний сезон. Я же выбрал систему с наружными датчиками. Они не требуют разборки колеса для установки и обязательной балансировки. Весят они примерно 10 грамм, то есть не намного больше обычного камушка, застрявшего в протекторе. Их я без труда смогу переставить с летних колёс на зимнюю или за паску. Это огромный плюс. Впрочем, и минусов тут немало. Датчики крупные и могут бросаться в глаза, привлекая всякую шпану. Ну и скрутить их намного проще. Контрагайки, конечно, помогают. Без специального инструмента руками их не открутить. Банально начинает прокручиваться вентиль в диске. Но вот, к примеру, с танкоопцами это сделать уже можно. Впрочем, за три года мои прежние датчики никуда не делись. Это радует. Ну и да, при слабой или наоборот слишком сильной затяжке, такие датчики могут травить воздух. Так что затягивать их нужно с небольшим усилием, но без энтузиазма. Заглянем внутрь датчика. Для этого с помощью специального ключа открутим его колпачок. Сразу радует наличие резинового уплотнителя. От влаги датчики защищены. Под колпачком видим плату с установленной на нее литиевой батареей CR1632. Вообще, если решитесь на покупку подобной системы, будьте внимательны. На Али есть модели с неразборными датчиками. Батарею в них поменять нельзя. В этих датчиках такая возможность присутствует. Кстати, сняв и вставив обратно батарею, можно убедиться, что датчик работает и привязан к главному модулю. После перезапуска датчика на экране отобразится единица и температура датчика. Если подождать некоторое время, то единица сменится на реальный показатель в 0 бар и сработает тревога. Если сравнить датчики данной системы с тем, что я использовал ранее, видно, что они немного крупнее. При этом сделаны проще, преимущественно из пластика. Плюс это или минус покажет время. Теперь переходим к практике. Для начала посмотрим, насколько точно датчики отображают давление в шинах и как быстро выводят данные. В качестве эталона выступит вот этот электронный манометр. Он проверен временем и я не раз сравнивал его показания с разными цифровыми и аналоговыми манометрами. Только ссылку на него не просите, покупался он очень давно в офлайн автомаге. Если хотите обзор на китайские манометры, напишите об этом в комментариях. И по показаниям манометра давление в этом колесе 1,8 атмосферы. От этого и будем отталкиваться. Теперь посмотрим, что покажут датчики. Для этого запустим основной модуль. И накрутим датчик с пометкой Front Left, то есть передний левый. И только гляньте, датчик заработал и мгновенно отобразил давление и температуру. Так мы видим 1,7 атмосферы и 27 градусов. Различие с показаниями манометра 1,1, что меня более чем устраивает. Теперь открутим датчик. Здорово, система мгновенно заметила пропавшее давление и оповестила об этом звуковым сигналом и мигающим индикатором. Это просто отлично. Теперь проверим датчик с пометкой Front Right, то есть передний правый. Проверяю специально на одном и том же колесе, чтобы повысить точность теста. И опять же, система мгновенно выдала информацию. 1,7 атмосферы и 26 градусов. Датчик работает корректно. Снимаем его. И снова мгновенный сигнал тревоги. Далее датчик Rear Left, то есть задний левый. Этот датчик оказался точнее остальных и выдал 1,8 атмосферы и 26 градусов. Возможно, кстати, стоило и передним датчикам дать поработать подольше. Может и они отобразили бы 1,8 атмосферы. И да, и у этого датчика с помещением всё отлично. Срабатывает мгновенно. И наконец, последний датчик правого заднего колеса. Датчик заработал и выдал 1,7 атмосферы и 27 градусов. Такое ощущение, что по факту давление в районе 1,75 атмосферы. И эти данные просто немного по-разному округляются. В целом, точностью я доволен. И особенно доволен чёткостью срабатывания тревоги. Теперь можно смонтировать датчики на все колёса. Что касается этой самой установки, просто накручиваем контргайки и убеждаемся в частоте вентилей. Затем накручиваем сами датчики с усилием, но без энтузиазма. И наконец, поджимаем датчик контргайкой. При попытке открутить датчик голыми руками, ничего не выйдет. При большом усилии начнёт прокручиваться вентиль в колесе, а датчик останется на месте. Итак, все колёса подкачаны до двух атмосфер, датчики установлены. И сейчас вы можете видеть показания системы. Всё работает очень точно. Радует читаемость экрана гаджета. Даже при ярком освещении всё отчётливо видно. Также, судя по пиктограмме, работает и солнечная панель. Даже при слабом солнце зарядка идёт. Впрочем, по пиктограмме судить рано. Надо поездить и протестировать, не будет ли модуль разряжаться без внешнего питания. Также, похвалю систему автоотключения и энергосбережения. Через минут пять простое главный модуль и датчики отключаются. Но стоит вам открыть машину или завести её, сработает датчик вибрации и основной модуль включится. Ну а после начала движения проснутся и датчики. В общем, покатаюсь с этой системой несколько дней и к вам вернусь уже со сложившимся мнением. Итак, я вернулся. И на данный момент я отъездил с этой системой примерно неделю. И знаете, впечатления у меня только положительные. Датчики встали на свои места без проблем. Ни один не травит и не ключит. Как и заявлено, основной модуль и датчики просыпаются автоматически. Я, кстати, провёл эксперимент. Дождался, пока основной модуль заснёт. И открутил один из датчиков, имитируя ситуацию, при которой колесо спустило на стоянке. Так вот, во сне главный модуль ничего не заметил. Но как только я его разбудил, сев в машину, он тут же оповестил меня о проблеме с колесом, не дожидаясь начала движения. Это огромный плюс. Также меня порадовал экран основного модуля и его автономность. Показания хорошо видны в любых условиях. Что же касается автономности, за прошедшую неделю мне ни разу не пришлось заряжать устройство. Видимо, солнечная панель реально работает. Что касается точности отображения показаний, она на достойном уровне. Погрешность по давлению не более одной десятой, что меня более чем устраивает. То же самое и с температурой. К примеру, освещенные солнцем колеса всегда теплее. И датчики это корректно показывают. Заметить перегрев колеса не составит труда. В целом, повторюсь, я очень доволен покупкой. Система отлично делает свою работу и немало добавляет уверенности в четырёхколёсном товарище. А это на наших дорогах, а точнее направлениях, дорогого стоит. Ведь стоит попасть в серьёзную яму на спущенном или перекачанном колесе, или, к примеру, проехаться на спустившем на стоянке колесе, и можно дальше этой самой ямы или стоянки просто-напросто не уехать. Убить резину или диск в названных ситуациях проще простого. А цены на новую покрышку или тем более диск, как минимум соизмеримы со стоимостью этой системы. Также и заметить медленно спускающее в поездке колесо вы сможете намного раньше, чем почувствуете, что что-то не так. В общем, данное устройство я могу смело рекомендовать к приобретению, в особенности новичкам и тем, кто не очень хорошо чувствует свой автомобиль. С ним вы всегда будете в курсе самочувствия ваших колёс. И да, как по мне, 25 долларов за спокойствие и повышенную безопасность это совсем немного. В общем, обзор я обеспечил, разборку гаджета показал, тесты провёл и своим мнением поделился. Ну а за вами итоговое решение. Все люди разные и одного мнения насчёт этого устройства быть просто не может. Если понравился обзор и вы считаете его полезным, не забудьте поддержать нас лайками и комментариями. Также, если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик уведомлений, говорят это очень важно. Ну а если вы не подписаны, то возможно сейчас самое время это исправить. В общем, смотрите канал Китай в помощь и берите от жизни лучшее.